Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды и его ведущая выпускница Казахстанской медиа-академии Диана Абросимова. В конце выпуска я расскажу о полезных свойствах иван-чая, но сначала о погоде на 20 августа. На юго-западном побережье Каспийского моря в городе Актау синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов, ночью температура составит 15-17 градусов, юго-западный ветер со скоростью 13 метров в секунду. В самом крупном городе Западного Казахстана Актубе ожидается переменная облачность с последующим дождем. Днем температура воздуха плюс 20-22 градуса, ночью столбики термометров покажут 11-13 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба. 20 августа в городе Атырау, расположенном на стыке Европы и Азии, прогнозируется ясный солнечный день. Днем температура плюс 24-26, ночью 12-14 градусов тепла, ветер северо-западный до 12 метров в секунду. В городе Байконур продолжается череда ясных солнечных дней. В светлое время температура составит 27-29 тепла, в ночное время плюс 22-24 градусов, кратковременный дождь. Атмосферное давление в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба. На побережье озера Балхаш и в одноименном городе синоптики прогнозируют теплый день, местами облачно, в светлое время суток – плюс 28-30, в ночные часы – 19-21 градус тепла, возможно, малая геомагнитная буря. Жители и гостей города Жасказган ожидают малооблачная погода, температура воздуха плюс 28-30 градусов днем, ночью 22-24 тепла, атмосферное давление в пределах нормы – 724 миллиметра ртутного столба. В городе Караганда, который является индустриальным ядром Казахстана, ожидается переменная облачность с дождем. Температура в дневное время плюс 30-32 градуса, ну а ночью 19-21 тепла, юго-восточный ветер со скоростью 12 метров в секунду. Как считаю, осень уже начинает открывать свой занавес. Неделя начинается с дождей. Температура в дневное время 22-24 тепла, ночью же температура составит плюс 18-20 градусов. Относительная влажность воздуха 55%. В городе Костанай продолжаются дождливые дни. Днем столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов. В ночное время температура опустится до 10-12 тепла. Относительная влажность воздуха 57%. У берегов реки Сырдарья в городе Казаларда теплый август продолжает согревать жителей. Днем температура поднимется до 32-34 градусов тепла. Ночью же температура удивит значительным понижением до 18-20 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба. На северо-востоке в промышленном центре Казахстана, городе Павлодар, ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 31-33. В ночное время столбики термометров покажут плюс 18-20 тепла. Геомагнитное поле с небольшими колебаниями. А в замечательном Петропавловске, городе памятников и скульптур, синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь с грозой. Дневные показатели температуры воздуха плюс 31-33 градуса. Ночью 18-20 тепла. Относительная влажность воздуха 65%. На востоке Казахстана, в городе Семей, понедельник будет солнечным и ясным. Днем плюс 29-31, ночью плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 741 миллиметр ртутного столба. В городе Талдыкурган погода удивит значительными перепадами температуры. Днем ясно и солнечно. Воздух прогреется до 30-32 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный со скоростью 8 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области, в городе Тарас, погода радует ясным солнечным днем без осадков. В светлое время температура воздуха плюс 35-37 градусов. Ночью 20-22 тепла. Прогнозируется малая геомагнитная буря. В городе Тимиртау ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха плюс 31-33 градуса. Ночью плюс 20-22. Юго-западный ветер со скоростью 12 метров в секунду. В древнейшем и загадочном городе Туркестан синоптики прогнозируют очень жаркий день, но возможен кратковременный дождь, который подарит прохладу. Дневная температура составляет плюс 38-40 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 20-22 тепла. В Западно-Казахстанской области, в городе Уральск, ожидается теплый день, временами облачно. Днем столбики термометров покажут 27-29 тепла. Ночная температура плюс 15-17 градусов. Относительная влажность воздуха 67%. Пусть в Каменогорске потеплеет. День будет солнечным и ясным. В светлое время суток температура поднимется до 30-32 градусов тепла, ну а ночью будет 13-15 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы – 730 миллиметров ртутного столба. В городе республиканского значения Шенкенте неделя начинается с теплых дней. Но, возможно, переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 35-37 градусов. В темное время суток 20-22 тепла. Ожидается малая геомагнитная буря. В Экибастузе 20 августа днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Воздух прогреется до 34-36 градусов. А ночные часы температура составляет плюс 20-22 градуса. Облачно. Геомагнитное поле в пределах нормы – 733 миллиметра ртутного столба. Жители и гостей города Алматы, расположенного у подножья Зайлийского Алатау, ожидает переменная облачность. В дневное время температура составит плюс 34-36. Ночью – плюс 16-18 градусов тепла. Геомагнитное поле с небольшими колебаниями. В нашей современной и красивой столице Астане синоптики прогнозируют пасмурную погоду с кратковременным дождем. Днем температура воздуха плюс 30-32. Ночью – 19-21 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы – 722 миллиметра ртутного столба. В любую погоду заботитесь о себе и о своих близких. И ваше питание должно быть сбалансированным, умеренным и, конечно же, разнообразным. Рекомендую добавить в ваш ежедневный рацион питания такое замечательное растение, как иван-чай. Еще его называют в простонародье кипрей-многолистный. Ученые считают иван-чай уникальным растением, так как он содержит рекордное количество полезных веществ. Прежде всего, это витамин С, которого в кипреи в несколько раз больше, чем в цитрусовых. В отличие от обычных чаев, кипрея не содержит кофеина, молочную и щавелевую кислоту. Не вызывает привыкания. Напиток обладает приятным терпким вкусом, способен утолить жажду. Прогноз погоды провела для вас выпускница Казахстанской медиакадемии Диана Абросимова. Пусть в вашем доме будет солнечная и ясная погода. Будьте счастливы! Казахстанская медиакадемия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиакадемия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиакадемия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня».